Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали. Пограничные войска сработали немного лучше, чем другие силовые структуры, но в целом нормально. Традиционно незаконная миграция, наркотрафик, контрабанда, противодействие террористическим устремлениям и так далее. Здесь тоже вроде бы и цифры неплохие. Дело в том, что мы защищаем не только Беларусь здесь на Западе, но это рубежи союзного государства. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы. Но вопросы пандемии, которые навалились на нас, они, конечно же, усложнили нам работу на последнем метре нашей земли. Особенно для пограничников, таможенников. Но ситуация была управляемой, и пограничники и таможенники действовали заодно. Управляемая ситуация в том плане, что мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись. Ну, как никогда. Значит, армия и войска пограничные почувствовали, что надо защищать более основательно, серьезно страну. Поэтому реакция была соответствующая. Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить. В это время, как и было планом нашим на 2020 год установленным, мы совершенствовали пограничные войска. Появились новые пограничные заставы, появились маневренные группы. Вы мне отдельно доложите, везде ли мы создали маневренные группы, там, где мы планировали. Вы же помните, что их вообще ликвидировали. Умные такие были, что нам, видите ли, они не нужны. Оказывается, нужны, пусть небольшие, но в каждом пограничном отряде группе должны быть эти маневренные группы, для того, чтобы в любой момент прикрыть нужный участок границ, помочь пограничным заставам. Продолжение следует...